Уважаемые зрители канала «Время покаяния», мы уже подробно рассказали вам о достоинствах Абу-Бакра и о случае с Саддами Фадак. В данном видеоролике мы проясним вопрос о том, как Абу-Бакр стал халифом, и были ли какие-либо притеснения против Али-Ибнабута, либо в отношении халифата. Именем Аллаха, Милостивого, Милующего. События после смерти пророка. Мир ему и благословение Аллаха. Сначала поговорим о панике, в которую впали мусульмане во время смерти пророка. Мир ему и благословение Аллаха. В момент смерти пророка мусульмане испытали сильнейшее потрясение в прямом смысле этого слова. Никто не предполагал, что посланник Аллаха может умереть, и даже думать об этом не хотели. Одни не верили, что он умер. Другие говорили, что он вознесся к Аллаху и скоро вернется, как это случилось с пророком Мусой. Мир ему. Каждый из них избегал мысли о смерти посланника Аллаха как мог. Даже Умар, да будет доволен им Аллах, обнажил свой меч и сказал, что перережет горло любому, кто скажет, что пророк Мухаммад мертв. Во время всего этого хаоса Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, пришел к телу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, открыл его лицо, поцеловал его в лоб и заплакал, сказав, «Достанут мои отец и мать выкупом за тебя. Ты был прекрасен при жизни и также прекрасен после смерти». Закрыв лицо пророка, Абу-Бакр поднялся на Минбар и обратился к мусульманам. «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто поклоняется Аллаху, пусть помнит, что поистине Аллах живой, который не умрет». Всевышний Аллах говорит, «Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных». Услышав это, люди зарыдали. Они шли по улицам, громко повторяя этот аят. «А нас, да будет доволен им Аллах, говорил, вспоминая тот день. Мы словно впервые услышали этот аят». Хотя Коран был неспослан целиком и завершен еще до смерти Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, после его кончины на фоне страшного потрясения этот аят зазвучал для сподвижников по-новому. Тем временем Аббас ибн Абдуль-Муталиб, Али ибн Абуталиб и Аль-Фадль ибн Аббас занялись подготовкой похорон пророка, мир ему и благословения Аллаха. Они омыли тело посланника Аллаха, завернули его в кафан, совершили погребальную молитву и предали тело земле. Аббас приходился пророку дядей, а Али и Фадль были его двоюродными братьями, да будет доволен ими всеми Аллах. Таким образом, посланник Аллаха был похоронен его ближайшими родственниками. Некоторое время спустя Абубакр и некоторые из великих сподвижников услышали, что ансары собрались в доме Банусайды и обсуждали, кто должен стать лидером после пророка, мир ему и благословения Аллаха. Услышав это, Абубакр, Умар и Абу-Убайда отправились туда. Имам Аль-Бухари говорит об этом в следующем риваяте. Когда посланник Аллаха скончался, ансары собрались вокруг Саада и Банубады под навесом Банусаида и сказали, «Пусть будет правитель из нас и правитель из них». Умар начал говорить, но Абубакр попросил его замолчать. Позже Умар сказал, «Дело было в том, что я заготовил речь и переживал, что Абубакр не скажет того, что хотел сказать я. Поэтому я хотел высказаться первым». Далее Абубакр красноречиво сказал, «Мы правители, а вы советники». Хубаб ибн Аль-Музер сказал, «Нет, клянусь Аллахом, мы не согласны с этим. Пусть будет правитель из нас и правитель из вас». Абубакр сказал, «Нет, мы правители, а вы советники. Они, он имел в виду Курайшитов, лучшие из арабов по происхождению. Присягните же Умару или Абубайде». Умар сказал, «О, нет, мы присягнем тебе, потому что ты старший и лучший из нас. И посланник Аллаха любил тебя больше, чем нас». И Умар взял его за руку и присягнул ему, после чего люди тоже присягнули Абубакру. Это сообщение приводится от имама Аль-Бухари. Оно краткое и довольно насыщенное по содержанию. Это событие действительно произошло под навесом Банусаиды. По имеющимся данным, собрание под навесом Банусаиды длилось не более получаса. Таким образом, Абубакр был избран халифом, и все остались полностью довольны его халифатом. Быстрое избрание халифа без споров и колебаний фактически спасло мусульман по милости Аллаха от великого хаоса. После смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, многие арабские племена отвернулись от ислама. Отдельные представители этих племен называли себя пророками. Например, Алясва Далянси, Мусайлима и Саджах. Некоторые племена не отрекались от ислама, однако отказались выплачивать закят. Но мусульмане решили твердо бороться со всеми этими беспорядками под единым командованием Абубакра. И твердость Абубакра сыграла в этом большую роль. Как знать, если бы не успех от Аллаха, а затем решимость Абубакра, мы бы не увидели сегодня ислам таким ясным и чистым. Абубакр не довольствовался лишь этим. После установления внутреннего порядка он приступил к исламским завоеваниям. Намеки пророка на то, что после него Абубакр будет халифом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, намекал на халифат Абубакра еще при жизни. Давайте послушаем несколько хадисов на эту тему. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заболел, он сказал, «Скажите Абубакру, пусть он проведет для людей намаз, встав имамом». Это было знаком того, что Абубакр станет имамом мусульман после пророка, мир ему и благословение Аллаха. Передано, что Джубайр ибн Мутим сказал, «Однажды к пророку пришла женщина. Когда она ушла, пророк велел ей снова прийти к нему. Женщина спросила, «Если я не найду тебя, когда я приду, как будто женщина имела в виду его смерть, кому мне обратиться?» Пророк сказал, «Если ты не найдешь меня, то обратись к Абубакру». Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала, «Когда посланник Аллаха заболел, он сказал мне, «Позови мне своего отца и своего брата, я напишу для Абубакра письмо». И добавил, «Аллах и мусульмане не желают никого, кроме Абубакра». Передается от Хузаифа ибн Альямана, что посланник Аллаха сказал, «Следуйте за этими двумя сподвижниками после меня, Абубакром и Умаром». На эту тему существует множество хадисов. Мы упомянули лишь некоторые из них. Было ли несправедливо отнят халифату Али? Приступим к следующей части нашей сегодняшней темы. Были ли какие-либо притеснения против Али в отношении халифата? Было ли у него отнято право на халифат? Некоторые утверждают, что пока Али был занят похоронами пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абубакр узурпировал право Али на халифат. Давайте посмотрим, насколько верно это утверждение. Мы с абсолютной уверенностью говорим, что это ложь. Абубакр не узурпировал чьи-либо права и никого не угнетал. Это даже подтверждено со слов представителей Ахлибейда в источниках, не относящихся к Ахлисунне. Али ибн Абуталиб, да будет доволен им Аллах, присягнул на верность Абубакру. Вы думаете, что человек поклянется в верности человеку, которого ненавидит, а потом станет его помощником и советником? Хадисы о халифате Абубакра в шиитских источниках Али ибн Абуталиб сказал Мы думаем, что Абубакр больше, чем кто-либо другой, достоин халифата. Поистине он был в пещере с пророком. Он – один из двух людей в пещере. Мы относимся с уважением к его возрасту. Сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, еще при жизни назначил его имамом в намазе. В своем письме к Муавии Али ибн Абуталиб сказал Самыми верными людьми для Аллаха и его пророка были халиф Сиддык, то есть Абубакр, и халиф Фарук, то есть Умар. Клянусь Аллахом, они имеют высокий статус в исламе. Пусть Аллах помилует их и даст им хорошую награду за их дела. Джафар Ассадык передается слов своего отца Мухаммада Аль-Бакира, что Курайшид сказал Али ибн Абуталибу О повелитель правоверных, ты сказал в своей проповеди О Аллах, направь нас, как ты направлял праведных халифов. Кто эти праведные халифы? Глаза Али наполнились слезами, и он сказал Это мои возлюбленные, твои дяди Абубакр и Умар. Они были верными имамами, шейхами ислама. Риваяты, которые мы упомянули, приводятся в надежных шиитских источниках. Таких хадисов и риваятов можно перечислить очень много. Многочисленные истории, которые вы слышали и не слышали, показывают, что Абубакр Ассадык был лидером, единодушно признанным всеми мусульманами. Если бы Абубакр притеснял Али, стал бы он говорить о нем такие положительные слова после его смерти? Конечно, нет. Жаль, что сегодня кто-то распространяет ложную информацию об Абубакре в своих политических, еретических интересах и говорит «Ля натуллахи аля злу алимин», проклиная Абубакра и всех сподвижников. Хадисы об Абубакре в источниках Ахли Сунны В источниках Ахли Сунны есть много хадисов, подтверждающих крепкую дружбу между Али ибн Абуталибом и Абубакром. Например, Али ибн Абуталиб, да будет доволен им Аллах, сказал с Минбара перед тысячами людей. После пророка лучшим человеком умма является Абубакр, а после него Умар. Хадис был передан примерно 80 источниками. В другом хадисе говорится, что «Однажды один из сподвижников обидел Абубакра». Увидев это, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Не оставите ли вы в покое моего сподвижника? Поистине, когда я сказал «О, люди, я посланник Аллаха к вам всем», вы сказали «ты лжёшь». А Абубакр сказал «ты сказал правду». Он поверил в меня и оставил на моём пути свою жизнь и имущество. Оставьте моего друга в покое. Оставьте моего друга в покое, не причиняйте ему вреда. Мухаммад ибн Али аль-Ханафия сказал, что «Однажды я спросил своего отца, то есть Али ибн Абуталиба, кто лучший человек после пророка?» Он ответил «Абубакр». Я спросил «А после него кто?» Он ответил «Умар». Поклялся ли Али ибн Абуталиб в верности Абубакру? Для того, чтобы поставить под сомнение добропорядочность Абубакра во время его правления, невежественные люди используют некоторые достоверные хадисы, в которых говорится, что Али присягнул на верность Абубакру через несколько месяцев после начала халифата. Следует отметить, что во многих хадисах Агли Сунны передаётся, что Али присягал на верность Абубакру в самом начале халифата. Однако известно, что позже он отошёл от дел, был занят Фатымой и не участвовал в государственных делах. Одна из групп учёных сочла его возвращение к Абубакру второй присягой на верность и связала это с его намерением помочь Абубакру в государственных делах. Теперь послушаем повествование от имама Аль-Бухари о поздней присяге Али и выясним причину этого. Аиша сказала, что когда пришёл Абубакру, Али и Бунабутали произнёс слова свидетельства Единобожия, а потом сказал «О Абубакру, поистине мы признали твои достоинства и то, чем наделил тебя Аллах, и не завидовали благу, дарованному тебе Аллахом, но ты сам стал распоряжаться этим, в то время как мы считали, что имеем право на имущество, как родственники посланника Аллаха». И он говорил, пока глаза Абубакра не наполнились слезами. Потом заговорил Абубакр, сказав «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, родство с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для меня дороже поддержания связей с моими собственными родственниками. Что же касается разногласий относительно этого имущества, возникших у меня с вами, то я не упустил ничего из того, что должен был сделать, и всегда поступал так же, как на моих глазах поступал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». После этих слов Али сказал Абубакру «Я принесу тебе присягу после полудня». Совершив полуденную молитву, Абубакр поднялся на Минбар и произнес слова свидетельства Единобожия, сказав, что Али еще не принес ему присягу, и попросил Аллаха простить его. Вскоре после этого Али ибн Абуталиб произнес слова свидетельства Единобожия, затем должным образом выразил Абубакру уважение как халифу и сказал, что на подобные действия его подвигла не зависть к Абубакру и не отрицание того, в чем всемогущий и великий Аллах отдал ему предпочтение перед другими. Али сказал, «Мы считали, что у нас есть какой-то удел в том, что принадлежало пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Ты же стал распоряжаться этим без нас, и мы рассердились на тебя». После этих признаний мусульмане обрадовались и сказали Али, «Ты поступил правильно», и полюбили его еще больше. Уважаемые зрители, как видите, в повествовании говорится, что Али, да будет доволен им Аллах, задержал присягу на верность и указана причина, по которой он ее затянул. Признание Али и тот факт, что мусульмане были рады этим признанием и полюбили Али еще больше, свидетельствовали о том, что все хотели положить конец слухам. Все сподвижники присягнули Абу-Бакру, и Али также признал и принял халифат Абу-Бакра. Ни в одном повествовании не говорится, что Али возражал против халифата. Недопонимание было только в имущественном вопросе. Али и Абу-Бакр договорились об этом и мирно решили этот вопрос между собой. Все достоверные повествования, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о легитимности халифата Абу-Бакра. Итак, как видите, наши дорогие зрители, клевета, сказанная в адрес Абу-Бакра Сыддыка, первого халифа пророка, мир ему и благословение Аллаха, полна несправедливости и злоба. Моральный долг каждого мусульманина – защищать этого достопочтенного лидера, чьи заслуги перед исламом и мусульманами актуальны до сих пор. Мы просим Всевышнего Аллаха сделать нас и вас успешными в этом благом деле. Продолжение следует... Продолжение следует...